Карантин может быть усилен в Алматинской области из-за нарушения санитарных норм. Чего нам ожидать? Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях исполняющий обязанности руководителя отдела санитарно-эпидемиологического надзора за медицинскими организациями и внутрибольничными инфекциями Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Самат Махабатович Ахметов. Здравствуйте. Руководитель Республиканского государственного учреждения Талдыкурганское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Ермек Асимковов. Добрый вечер. Давайте начнем с главного. Люди думают, что вот-вот город опять закроют на карантин. Насколько это правда? Ну, что касается закрытия города, сейчас в настоящий момент нами были усилены только ряд определенных мер. Это касающиеся ограничения времени работы определенных объектов. Это непродовольственные продовольственные рынки там до 15 часов работы. Также торговых домов до 17 часов, объектов общественного питания до 23 часов. Что касается установки мобильных постов, ну, такой вопрос бы не рассматривал. Сейчас мобильные посты установлены только в городе к подъезду на автодороге, к побережью, к домам отдыха, зонам отдыха, побережье Копчегайского водохранилища. Это связано с определенным приростом заболеваемости в самом городе Копчегай. На момент, когда рассматривался такой вопрос, были установлены усиленные меры, карантинные меры. Тогда был прирост заболеваемости около 8,9%. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, ситуации, такие меры были приняты межведомственной комиссией, в том числе главной санитарно-наручной области. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете позвонить и задать волнующие вас вопросы по телефону 40-01-09, код города Талдыкурган, 872-82. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы, правда в письменном виде голосовые сообщения не принимаются. Звоните, вас очень много вопросов волнует, мы некоторые здесь озвучим. Звоните и задавайте. Давайте продолжим. Почему люди уже второй день звонят у нас, спрашивают, говорят, почему Алаколь открыт, почему Капшигай закрыт? Да, такие вопросы и к нам поступали. Что касается сравнений, даже Алакольский район с городом Капшигаем, на сегодняшний момент в городе Капшигай зарегистрировано 48 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, а в Алакольском районе 8 случаев. Исходя из темпов прироста, вот в Капшигайском районе, как я говорил, 8-9% было, а вот в Алакольском районе 18%, но это не 18-14%, но это на сутки тогда в этот момент. В общем, исходя из количества случаев всего 8, нам не было настолько причин для того, чтобы усиливать именно в Алакольском районе. В Капшигайском районе, вот в связи с тем, что 48%, повторюсь, 48 случаев усилили. Ну, все, что творится сегодня в нашей области, это, ну, вы сами, наверное, видите, никаких санитарных норм нет, люди в основном не соблюдают. Вот эти 48 случаев может появиться и в Алакольском районе буквально вот на днях, поскольку люди уже активно начали передвигаться. Что в таких случаях делать? Вот, если говоря, в общем, нами сейчас проводится работа, проверяется, вот на сегодняшний день уже проверено 4351 объектов, на которых выявлено 819 несоблюдений режима. Проводится разъяснительная работа, вот касательно Алакольского района, нашей оперативной группы сегодня осуществлен выезд в зону отдыха, в том числе сейчас для того, чтобы проверить их, для того, чтобы рекомендации вынести, алгоритм соблюдения мер карантинных. Сейчас это проверяется очень тщательно нашей оперативной группой. Давайте перейдем к городу. В городе какая на сегодня эпидемиологическая ситуация в Талдокургане? Ну, по городу Талдокурган на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка нестабильная, то есть наблюдается рост у нас. Теперь 6 июня 2020 года мной как главным государством санитарным врачом было вынесено постановление за номер 52, то есть направлено на усиление санитарно-карантинных мер. То есть здесь мы, как уже ранее было озвучено, у нас здесь речь не идет о закрытии объектов, либо здесь идет о сокращении рабочего времени. То есть здесь дополнительно еще мы приостановили деятельность фонтанов, парков. Также не работает развлекательный центр у нас, как вот в прежнем режиме. Теперь у нас сокращена деятельность работа рынков, продовольственных и непродовольственных, это до 15.00, торговых домов с 10 до 17.00. Сократили также режим работы мы салонов красоты, различных парикмахерских и так далее, с 10 до 18.00. Теперь банки второго уровня тоже мы сократили рабочий период с 10 до 17.00. Также вот у нас немаловажная Каспочта, где оказывается очень много услуг, тоже сократили рабочий день с 10 до 17.00. Центр обслуживания населения также сократили рабочий день. Но сокращение на 2 часа или на 3 часа дает какой-нибудь эффект, например? Мы же сокращением на 3 часа уже не можем спасти людей, тогда торговый дом же, например, с утра до вечера работает? Нет, торговые дома у нас работают не с утра до вечера, а с 10 до 17.00, как мы сказали уже. Но сейчас просто наблюдается большое скопление. Если будет удлиненный период времени работы, то у нас будет наблюдаться большое скопление людей в течение целого дня рабочего. Поэтому с этой целью у нас направлено сокращение на укорочение рабочего времени. То есть, например, рынки будем говорить по рынкам. Если рынки у нас раньше работали целый рабочий день, допустим, целый день работали у нас, сегодня у нас рабочий день сокращен с 10 до 15.00. То есть, уже здесь немножко у нас скопление людей сокращается. Это, вы думаете, поможет? Это в какой-то степени как мера профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Говорите. К сожалению, не смог подключиться. Я задам вопрос отсюда. Сколько по районам зараженных всего на сегодня? На сегодня зарегистрировано количество 450 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из их активно выявленных 84% это около 378 случаев в 17 районах. В частности, вот говорят, Талдыкурган 110 случаев, Елийский район 73 случая, Ленбиш-Казахский район 52 случая, Кигенский район 48 и город Копчегае тоже 48, Талгарский район 33 случая, Карасайский район 20 случаев, Жамбылский 17, Ескельдинский 13 случаев, Кербулакский район 9 случаев, Алакольский район 8 случаев, Панфиловский 4 случая, Каратальский 3 случая, Коксусский 4 случая, Сарканский 3 случая, Город Текеле 3 случая и Аксусский район 2 случая. Мы продолжим. Давайте ответим сначала телезрителю. Мы вас слушаем. Говорите. Я хотел у вас спросить. Продуктовые магазины работать будут с 8 до 11 часов вечера будут работать? Или сокращенное время у них будет рабочего дня? Вы мне это можете сказать? Спасибо. Продуктовые магазины, что касается продуктовых магазинов, они работают в обычном режиме. В обычном режиме. Без сокращения рабочего дня. С 8 часов до 11 вечера. Да. Допустим, у них рабочее время с 8 до 11 вечера. То есть они работают с 8 до 11 вечера. Есть еще один вопрос. Задавайте. Говорите. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня сейчас вопрос. Я смотрю вашу передачу. У меня сейчас скажу вам вопрос. Говорите. Да. У меня вот сын живет в Талдыкургане со своей семьей. И вот сейчас второй... Так, в пятницу у него поднялась температура, я не знаю, в субботу это вернее. В субботу поднялась температура. Я же... Мы переживали, думаю, может быть, просто ангина. И вот это... Приехал... Скорую вызвали, скорая... Это... Взяли анализ на ковид. И мы никак не до результата не можем дождаться. Неужели... Не знаю, мне кажется, в такой ситуации нужно ускоренно это делать. Мы до сих пор не можем понять, и правда, у него есть ковид или нет. Там дети, семья. Дети маленькие. Спасибо большое. Кто ответит? Ну, давайте я отвечу. В настоящий момент сейчас мы разберемся, где это, да. Контактный данный, надеюсь, оставите. И мы с лабораторией разберемся, на какой стадии. Результат, возможно, уже получен. Возможно, уже в каких-то центрах ПМСП, первичной медико-санитарной помощи, результат уже есть. Ну, во всяком случае, лаборатория, мы своевременно реагируем, если какие-то были случаи. Так что вы можете телефон оставить, вам перезвонят. Скажите, почему, если вот, например, взяли анализ, вот очень много вот таких звонков у нас тоже было, почему сразу не сообщают? Это раз. Во-вторых, появились такие организации, например, люди начали сдавать, например, разовый анализ за 3 тысячи, например, разовый анализ, это говорят на один день только. А есть многоразовый, ну, не то, что многоразовый, который хватает как бы на полмесяца. Вот один раз дал на полмесяца. Насколько это правда? Разъясните, пожалуйста. Ну, что касается методов диагностики коронавирусной инфекции, да, на сегодняшний день существует несколько иммуноферментного анализа полимерно-цепной реакции ПЦР-исследований, которые сейчас проводятся в нашей лаборатории. Есть различная экспресс-диагностика. Но в настоящий момент, руководствуясь постановлением Главного санитарного члена Республики Казахстан, даже при въезде, допустим, на территорию Республики Казахстан, требуется именно в течение пяти дней с момента взятия анализов они действуют. Но конкретно какие лаборатории, насколько это законно, дают такие как бы выводы, делают, поэтому это я не могу сказать. А вот что касается конкретно при въезде, допустим, в Республику Казахстан, регламентировано в постановлении пять дней действует результат ПЦР, полимерно-цепной реакции. Но если, смотрите, если, например, хватает этого анализа, например, на один день, его уже должно и на следующие дни, например, человек может показать, это связано с тем, что люди обращаются в больницы и там требуют результаты на COVID везде. И у людей начались проблемы, поскольку ожидают там, ожидают там, им приходится, это уже как бы превращается в коррупцию уже. Люди начали предлагать деньги, чтобы только получить результат. Нет, у нас, соответственно, здесь то, что вы говорите, три часа и так далее, такого нет времени у нас, периода ограниченного, то есть срок действия. То есть до пяти дней, допустим, ПЦР. Нет, я сказала, за три тысячи анализов, это за сутки, а десять тысяч – это на семь дней. То есть здесь, понимаете, три тысячи – это у нас, получается, экспресс-тест. То есть это стоимость, которую устанавливают уже частные клиники, допустим. Вот у нас имеются частные клиники, это Инвиво, Олимп. Они проводят на платной основе, допустим, экспресс-тесты проводят и ПЦР-анализы. То есть у них цены здесь регулируются от трех тысяч, там, вот, три тысячи, допустим, экспресс-тест, а ПЦР сам идет уже там от пятнадцати, по-моему, тысяч, по-моему. А еще так далее. Давайте зачитаю вопрос. Здравствуйте, 110 случаев, из них симптомный, бессимптомный делится, а некоторые магазины запускают без масок или просто платком. Как вы работаете с предпринимателями, чтобы они были более законопослушными и соблюдали меры карантина, точнее, масочный режим? Мобильные группы должны работать с предпринимателями, с магазинами, пишет Аскар, житель Тукургана. Согласно то, что масочный режим, вопрос хороший. Теперь, согласно постановлению главного государственного врача республики, Алматинской области и города, здесь у нас мобильные группы организованы при штабах, допустим, областном штабе и городском штабах комиссии, созданы две мобильные группы. Ежедневно мы проводим рейдовые проверки, то есть проверяем индивидуальных предпринимателей, независимо от формы собственности. Теперь, за выходные дни только у нас проведено где-то около четырех рейдов, и мы проверили 147 хозяйственных субъектов. Из них в 48 у нас выявлены нарушения, нарушения именно несоблюдения масочного режима, санды из режима. Теперь нами составлены протоколы нарушений, санитарных норм, и в дальнейшем будет судьба рассматриваться в суде. То есть у нас ежедневно это проводится, вся работа проводится. Ежедневно проводится. Зачем мы расслабили людей, включили фонтаны, люди радовались, расслабились, теперь мы его отключаем? Изначально нельзя было как-то планомерную какую-то работу провести? Нет, ну как планомерную? Планомерная работа, она проводится. Давайте об этом продолжим. Есть на линии телезритель, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да-да-да, говорите, мы вас слушаем. А, все. У меня вопрос касательно свадьбы и, получается, мероприятий. Согласно постановлению их запретили, да? Да-да-да. Вам придется подождать со свадьбой? Ага. Примерно, когда? Например, я на август планирую. Спасибо. Хорошо, да. Как вы заметили, согласно постановлению главного госномрача Алматинской области, города Алла-Кургана, свадебные мероприятия ТОИ, АСС и так далее, коллективно они в настоящее время приостановлены. То есть, это зависит от эпидемиологической ситуации. То есть, на август месяц, если будет стабильная эпидемиологическая ситуация, тогда уже будет, соответственно, возобновление свадеб ТОИ и так далее. На линии он остался. Задавайте свой второй вопрос. А, все, мой второй вопрос. Например, если я узнал, что кто-то проводит мероприятие такого характера, куда я могу сообщить, и получу ли я вознаграждение за то, что я сообщил о нарушении? Отличный вопрос. Кстати, нам очень много людей звонило, говорили, есть телефон доверия, куда мы можем позвонить и пожаловаться, потому что мы соблюдаем все нормы, а есть люди, которые не соблюдают? Как быть? Такие факты у нас выявляются. То есть, у нас за 2-3 дня у нас около 6 фактов таких выявлено. То есть, к виновным лицам у нас примены меры административного воздействия. Соответственно, у нас 24-43-10 телефон. 24-43-10. Пожалуйста, в любое время вы можете позвонить и сказать о фактах нарушения. Мы сразу отреагируем, примем меры. Здесь тоже еще один интересный вопрос. Люди ожидают второй волны коронавируса, этой пандемии, и уже сейчас переживают, а вдруг тогда будет еще сильнее, антисептиков не хватит и масок не хватит, как было у нас в начале пандемии. Какие меры на сегодня предпринимаются и вообще ожидается ли вторая волна? Ну, пока это только прогнозируемо. Это только специалистами рассматривается. Еще каких-то конкретных фактов или конкретных выводов пока таких нет. Но специалистами в любом случае рассматриваются все варианты. И что касается в том числе обеспечения и антисептиками, и средствами, и средствами индивидуальной защиты, это все рассматривается. Но говорить точно об этом сейчас, я считаю, что, наверное, вряд ли какой-то специалист вам точную дату или какой-то точный прогноз сможет дать. Это только прогнозируется. Но спада нет, рост идет. Например, на сегодня, если вот 500 человек в Алматинской области, это много или мало? Ну, сейчас 450 человек, и темп прирост составил 5,4% на сегодняшний день. Ну, говоря, допустим, сравнивая с прошедшей неделей, когда был рост около 3,3%, сейчас определенно идет с 3,3% до 5,4-5,5%. На сегодня 5,4%. Определенный рост есть, умеренный рост, но говорить о каком-то оценку, какую-то давать определенную, я сейчас затрудняюсь. Пока еще таких вот конкретных прогнозов нет. Прогнозов нет. Но прогнозы делают сами люди. Люди очень обеспокоены. Они за эти два месяца испугались, во-первых, устали, во-вторых, и теперь уже готовятся ко второй волне. Может, немножко добавлю, здесь то, что касается средств индивидуальной защиты. В достаточном количестве, если даже будет вторая волна коронавирусной инфекции, средств индивидуальной защиты в достаточном количестве. Вот на сегодняшний день тоже обеспечение медицинских работников 100% здесь. То есть, насчет этого переживать не нужно. Проблем не будет. Проблем не будет. Давайте вернемся к фонтанам. Вот очень много вопросов поступает по фонтану. Зачем запустили, а зачем закрыли? Мы запустили фонтаны по фонтанам. 1 июня у нас наступил летний период. То есть, запущены были фонтаны. Теперь никто же не ожидал, что будет соответствующий рост коронавирусной инфекции. И, соответственно, мы на штабе приняли решение приостановить наши действия фонтанов. То есть, у нас как раз было 1 июня, когда запуск был и так далее. 1 июня у нас очень много детворы было там. Очень много детвора купалось там в фонтанах и так далее. То есть, здесь уже, соответственно, дети соприкасались и так далее. Был контакт. Большой скоплений. Пошло увеличение. Увеличение рост. Ну, не сказать, что от фонтанов там и так далее. Но все равно это предостережение идет. И на штабе мы решили, чтобы приостановить 10 фонтанов. Чтобы в дальнейшем скоплений детей не было, родителей там соответственно. А бассейны будут работать? С какого времени, если будут работать? Бассейны пока в настоящее время открытые и закрытые бассейны. Пока вопрос остается открытым. То есть, они пока функционировать не будут. Не будут пока. То есть, в закрытом виде спортивные бассейны различные. Независимо от форм собственности, они пока функционируют не будут. Ни один бассейн в городе пока работать не будет. Да, ни один бассейн пока в городе будет. Примерно еще не можете сказать. Ориентируйтесь. Это зависит от эпидемиологической ситуации. Есть телефонный звонок. Задавайте. мы вас слушаем говорите здравствуйте здравствуйте говорите здравствуйте здравствуйте вы меня слышите да мы слышим вас задавайте мы вас ждем наше время собираются они как в лагерь уже комиссию проходит вот вот я боюсь и как бы отправлять а вот подскажите мне вот чуть-чуть делать волк он шажа хочет отправить уже комиссию прошли спасибо большое наверное дети готовятся к лагере да к летним оздоровительным лагерем сейчас вот да вот в республиканском постановлении главного центра чарка сейчас прописано что оздоровитель энергии лагеря действует при достижении прироста не более 2 процентов на сегодняшний день у нас 5 и 4 как я ранее озвучил на подготовку пока подготовка проходит но сейчас настоящее время запустить оздоровительный лагерь и пока такой вопрос свежий с лагеря не будут работать одним словом пока не будут работать пока процент не дойдет до 2 конкретно давайте разъясним давайте ответим на вопросы вот здесь телезрители можно ли с детьми в другую область выезжать на поезде очень интересно или на самолете сейчас в другие области все маршруты мы открыли еще в постановлении номер 14 все железнодорожные в том числе воздушным транспортом эти переезды все разрешены могут передвигаться но такой ответ вот анализы сдали она нам звонила еще по телефону анализы сдали в субботу приехали на скорой до сих нет результатов телефон она обещала ставить покупали билеты в астану нур-султан можем ли ехать столица ли открыта ли авиаперелеты разрешены жена как я ранее авиаперелет железнодорожный разрешен теперь волнующие вот много вопросов телезрителей санитарные посты будут устанавливаться как вот было до этого это не не только вокруг города а вообще в областях в районах где например больше показателей ну рост идет где когда в настоящий момент когда был такой прирост мы сейчас рассматривали мы сейчас не устанавливали санитарные посты в районах и городах мы приняли решение что только пока вот на зону отдыха закроем пока тем более купальный сезон 13 числа только открывается еще не начался сейчас вот принимать или зоны отдыха они все только готовятся все с этим связано а санитарные посты пока не устанавливали и вопрос такой рассматривался но межведомственной комиссии не был утвержден вы сами по городу передвигаетесь так видели людей но никто не соблюдает нормы вот эти санитарные 50 на 50 есть люди в масках люди без масок есть также то есть 50 на 50 в районах в районах допустим центрального рынка там это уже народ у нас предприниматель уже немножко после таких вот усиленных мероприятий проводимых рейдов то есть уже немножко соблюдают требования именно санитарных масок весь маска заходит и так далее вообще допустим любое любое помещение закрытое пространство желательно вообще нежелательно рекомендуемо заходить в масках обязательно особенно дети с детьми заходят вот у нас покупатели потребители заходят магазины там торговые дома и тогда обязательно собой нужно иметь маску при масочно при маски есть маловероятность если человек у нас заболеет или вот вопрос поступил спрашивают что в талды кургане на сегодня 40 человек вот бессимптомных заболевших коронавирусом мы уже говорят вот боимся приглашать ну вот встречать своих родственников дома насколько это правда да по городу круган да около 40 случаев без симптомов они то есть согласно постановлении с様ше бессимптомы у нас но бессимптомы какắm Бессимптомные больные, они обычно нету симптомов у них, ни кашля, ни температуры и так далее. Но они самые опасные. Они допускаются лечения на дому. То есть согласно постановлению, они изолируются на дому и проходят курс лечения. Вот один из заболевших до этого писал, что лечение не помогает. Такое было? Нет, почему? Таких случаев не было. Таких случаев не было. То есть определенное лечение имеется. И симптомы имеются, и определенный курс лечения у них есть. То есть назначаются лечащими врачами. Определенные препараты противовирусные. Но бессимптомные самые опасные. Вот они излечиваются, например, или также могут оставаться на сети? Излечиваются, излечиваются. Теперь давайте. Какие, например, меры предосторожности должны соблюдать? Мы уже устали об этом говорить. Но какие-нибудь другие меры есть? Кроме того, там руки часто мыть. Мы уже, это, между прочим, коронавирус сделал из людей самых чистоплотных. Люди сейчас домой заходят, строго руки моют. Вот если мы до этого в школе говорили, там людям говорили. А теперь у людей уже это получается автоматически. Помимо этого, какие-нибудь другие советы есть? Помимо соблюдения правил личной гигиены, то есть необходимо, допустим, употреблять витамины. Вот сейчас у нас после зимнего периода, у нас сейчас весенний период, у нас человеческий организм, уже авитаминоз идет. То есть витамины, препараты, которые повышают иммунитет. То есть повышать нужно здесь иммунитет, иммунный статус наш. Потом белковое происхождение продуктов питания. То есть употреблять продукты питания, 70% болезней у нас идет от неправильного питания. То есть если у нас будет отрегулировано правильное питание, то у нас и никакие болезни, никакие вирусы нам будут обходить. То есть ему и поднимать свой иммунитет. Каждый человек, наряду с гигиеной, нужно обратить, послушать свою дорогу. Конечно, регулярно проверяться. Раз в год каждый человек, каждый гражданин должен проверяться углубленно. То есть проходить какие-то курсы обследования. Но сейчас на обследовании люди боятся ходить, потому что кругом коронавирус, боятся заразиться, поэтому лучше, конечно, дома находиться. Ваши пожелания до конца осталось немного. Ну, я хочу пожелать всем нам терпения, для того, чтобы сейчас в такой момент мы соблюдали все те рекомендуемые меры, которые сейчас специалистам санитарной предприятий службы рекомендуются. И пожелать крепкого здоровья жителям Малатинской области. Чтобы и в дальнейшем не заболеть пока. Хочу успокоить народ. И вот пока сами специалисты не знают, будет ли вторая волна или не будет. Поэтому бить панику, говорить уже и собирать одежду, и холодильники заполнять продуктами не стоит. Поэтому мы вас успокаиваем. Вот наши специалисты об этом сказали. Оставайтесь дома, берегите себя, соблюдайте санитарные нормы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова